Грани правды. Вся правда в прямом эфире. Всё то, о чём все думают, но часто молчат. Но часто молчат. Всё то, что нас волнует. Вчера, сегодня, завтра. Грани правды. На Радио Ван. Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня четверг, 9 часов вечера. И, как обычно, уже с большим удовольствием произношу это слово. Как обычно, в эфире Грани правды с Айком Мамеджаненом. Добрый вечер. И мною, Арманом Абвановым, я каждый раз жду, когда господин Мамеджанен меня представит, а господин Мамеджанен меня не представляет. Почему? Да, потому что он... Тебя все знают, ты не нуждаешься в представлении. Ой, только вот не надо, как говорят у нас в Одессе. Ну, оставим тему, как говорят у нас в Одессе. Давайте все-таки перейдем непосредственно к теме передачи. Спешу вас обрадовать или огорчить, уважаемые радиослушатели. У нас сегодня гостя нет. По одной простой причине. Перманентно в эфире Грани правды будет передача, которую будем вести, то есть подводить итоги. Мы два со-ведущих. Можете звонить, можете... Это ничего не меняет, можете писать вопросы в фейсбуке. Самое главное, чтобы мы сегодня попытались разобраться... Вот сегодня самое главное, попытались разобраться в самом отвратительном, я не побоюсь этого слова, в самых возмутительных ситуациях, которые произошли в нашей действительности. Что ж конкретно произошло? Произошло следующее. Уже примерно дней 10, фактически после, даже меньше, после подписания Армении договора о Евро... Знаете, сразу хочу сказать, Евроассоциации нет, договора о всеобъявляющем партнерстве с Европейским Союзом. За несколько дней до этого и после этого на Армению, ну, просто был вылет ушат помоев. Вы вылет ушат помоев со стороны, сначала напомню, члена Совета, Высшего Совета партии «Единая Россия» Мадам Крашенинниковой, которая ведет передачи на телеканале «Звезда». Но ее, конечно, переплюнул Газпромовский телеканал, подчеркиваю, Газпромовский телеканал, да, НТВ, который буквально позавчера выдал на гора... Знаете, даже я не знаю, как можно охарактеризовать то, что выдал НТВ. Ну, нет, это не ересь, ересь Крашенинникова. Это нечто подобное, когда Армению начали сравнивать с женщиной, с гулящей женщиной. В наш адрес, да, в наш адрес каждого из вас были выброшены просто отвратительнейшие эпитеты. А из оппонентов, которые были там, ну, об этом мы поговорим, да, более подробно. А второй сегодняшней нашей темой будет уже европейский вектор, скажем, хардкора, который мы видим, да, да, вот господин Мамиджанин смеется, у нас трэш и хардкор. Хардкора, который был тоже по отношению к нам. Напомню, что Европейский суд по правам человека подтвердил правомощность решения о оправдании, вернее, о недопустимости осуждения турецкого националиста, фашиста Доку Перенчека. Предыстория следующая, что в Швейцарии Доку Перенчек был осужден за отрицание геноцида армян, подал в ЕПСЧ, ЕПСЧ, Европейский суд по правам человека. Принял решение, что нельзя видеть или осуждать человека, если человек говорит, что вот Османская империя совершила преступление. Ну, нельзя за это осуждать. Ну, совершила, совершила. Ну, подумаешь, там, ну, полтора миллиона человек. Ну, погибли. Ну, армяне, ну, бог его знает. Это ж не европейцы, скажем, в классическом понимании. В любом случае, о двух этих серьезных темах мы сегодня будем говорить. Звоните 560901, слушайте нас на 103.1FM, это радиоволна, и в интернете www.radiovan.fm. Вот вводное слово я сказал, теперь послушаем господина Мамиджаняна. Давайте. Давайте начнем с... Я же даже пропагандой не хочу это называть, то, что происходило на российских телеканалах. Меня, как и любого армянина, это, разумеется, тоже сильно бесит, но не более, чем на уровне эмоциональном. Сейчас объясню, почему. Политические ток-шоу в России это очень популярное явление. У нас таких нет. У нас... Вот то, что я считаю по этому поводу, это то же самое, что если российские эксперты начнут комментировать высказывания тех или иных деятелей в Армении, которые дают постоянно все время какие-то пресс-конференции, в каких-то пресс-клубах и так далее, и тому подобное. Ребят, у меня был один старший товарищ, специалист по геополитике. Так вот, он всегда шутил, что в России есть три МИДа. Первый МИД — это Министерство иностранных дел, второй МИД — это Газпром, и третий МИД — это Вооруженные силы. Так вот, давайте по порядку. Министерство иностранных дел никаким, никоим образом не прореагировало, не отреагировало на подписание Армении данного документа. Газпром сам по себе как Газпром, не как медиагруппа. Буквально сегодня, да, на заседании правительственной было объявлено, что цена на газ для Армении в следующем году будет та же. И третий, да, МИД в кавычках, это Вооруженные силы. Ну, история с звездой и тот факт, что ролик сняли и принесли извинения, я думаю, он многое объясняет. Нет, господин Мамеджан, это многое не объясняет. Я вот, вы выговариваетесь, говорите, то есть очень таким академическим голосом, потом я, то есть, оппонирую про Тримид, про то, что ничего не говорили. Окей, окей, первое. Второе, ребят, передача на НТВ начинается с высказывания, я специально себя выписал даже это, сегодня за всех армян будет отвечать Геворг Мегранян. Вы издеваетесь? Не Мегранян, а этот... Вы издеваетесь? Подожди, как это животное звали? У нас нельзя в эфире матом. А я матом разу сказал? Я предвкушаю. Нет, нет, ни в коем случае мы никогда себе не позволяем каких-то лишних движений, но называть некое существо в желтой рубашке цвета желтого снега, да, вот даже так скажу, с непонятными арабо-тюрска, какими-то, я не знаю, там, чертами лица и таким... Хвостиком, да, хвостиком, который был уместен, скорее всего, в розовых кварталах Амстердама, называть ЭТО армянином, я не знаю, даже, по-моему, самого яростного антиармянина не выходит, но... Вот именно, господин Мамиджанин, это и показательно, что, представляете, нас пригласили вот ЭТО. А кто бы согласился из... Нет, нет, ну, надо уметь оппонировать. Напомню вам, что был русский гость, который поставил всех на место. По-моему, он даже поляк был, он не русский был. Не-не-не-не-не, был русский гость, речь идет не о передаче на... А ты, да, ты про передачи на первом канале. Да-да-да, я про Томаша, мы про Томаша еще скажем, когда Томаш просто взял и всех разорвал в клочья там. Когда приперш Максима Шевченко к стенке, прямым вопросом, кто для вас Армения Шевченко, ну, понятно, как обычный, ну, азербайджанский выкормыш, да, пытался как-то вот лавировать между фразами «хорошие армяне наши союзники», «плохие армяне наши союзники», «высокие армяне наши баскетболисты», там, не знаю, «низкие армяне это еще кто-то». В общем, понятно. Вопрос тут более глубокий. Вы не сможете, господин Мамиджанян, меня убедить, что это все случайно, либо это несогласованные какие-то действия. Я и не пытаюсь это делать. Нет, господин Мамиджанян, вы пытаетесь это сделать. Я не говорю, вы пытаетесь вести в заблуждение, ни в коем разе. Но вы пытаетесь, как сказать, знаете, что вот МИД России, он имел в виду совсем не это, а вот эти зашли, что-то там про нас сказали, потом они извинились, да пусть они извинялись, засунут эти извинения себе в мониторы. Я имею в виду телевизионные мониторы. По одной простой причине, потому что оплевать целую нацию, оплевать, вот в буквальном смысле оплевать, а потому что, знаешь что, извини, дорогой. Я вот, я расскажу вам случай, значит, у нас в Канакире военная часть там была, еще во всем Советском Союзе, и перед военной частью была парикмахерская. И, значит, один мой сосед, на моих глазах происходило, оставил у него парикмахерской запорожец. У него такой красно-желто-оранжевый запорожец был. И я сидел в парикмахерской, стриг волосы, пацаненком был, лет 9 не было, я вижу, что открываются ворота, а ворота танкового ангара, танковых ангаров находились прямо перед парикмахерской. Вылетает танк и сминает его запорожец, просто в лепешку сминает. Человек выскакивает, открывается люк танка, и оттуда такая очень приятная, такая рязанская, либо там, не знаю, ярославское лицо такое высылается, говорит, извини, дорогой, вот у нас примерно вот так. Да, нет или да, мы узнаем после рекламы, да, вот сейчас мы вернемся. Оставайтесь с нами. Грани правды, полевая почта. Грани правды, полевая почта, вот у меня уже идут вопросы, идут вопросы, но я, с вашего позволения, прежде чем вопросы придут, попробую проопонировать господину Монжене. Может, я успею тебе проопонировать? Не, ну давай сначала ты мне проопонируй, ладно. давай. Чтобы у наших радиослушателей, и у тебя, в частности, не было мнения, что я считаю это нормальным, нет, это ужас, это кошмар, и так далее, и тому подобное. Но, чтобы ты понял, насколько я ценю, или насколько я обращаю внимание на эти высказывания, я даже не согласен с тем, что мы нашу передачу должны были посвящать всему этому делу. Ага. А почему? Почему? Потому что, например, то тупое и безвкусное, и бессмысленное, и хамское выражение про жену России и так далее, и тому подобное, которое звучало в эфире НТВ, оно было озвучено, я даже записал у себя, по-моему, как его имя, да, Николай Стариков. Так вот, сей гражданин, он лидер фракции Великое Отечество. Даже по самым оптимистичным, да, меркам у этой фракции, у этой партии 50 тысяч членов. Ноль мест в региональных думах и, конечно, ноль мест в ГОСТУ. Ты серьезно считаешь, что какая-нибудь передача на Эхо Москвы должна комментировать выражение, я не знаю, у меня лучшее отношение с Данчиком Иоанна Сианом, чем у тебя. Например, высказывание Даниэля Иоанна Сиана по... Кто такой Даня Иоанна? Ну, есть у нас такое. да-да-да-да-да-да-да-да-да. Не называй его никак, а то еще раз. Подсюда, да-да-да-да. У меня лучшее отношение. Да ладно! Так что я могу его. Ты представляешь себе, Эхо Москвы будет сидеть и комментировать, вот общественный активист из Армении назвал, не знаю, там, Евразес так-то или Россию так-то, а называет он ее ужасно. Так вот, это для меня абсолютно равнозначный мероприятие, абсолютно равнозначный происшествие. Так, ты сказал, я тебя услышал, а теперь послушай сюда, мой друг. Значит, во-первых, не важно, кто там сидит в зале на данном этапе. Важно то, что систематически на российских каналах, российских каналах разновекторных, да, потому что я с тобой соглашусь только в одном, есть, там, я не знаю, МИД, еще и Газпром, вот так скажем, да, на определенных ресурсах выходят антиармянские, да, передачи. Ты меня не сможешь убедить, что в России, в стране, где, извиняюсь, даже муха не пролетит без определенной санкции, вдруг все каналы озаботились тремя основными постулатами. А, армяне фашисты, да, ты, в частности, фашист. Да, я даже на фашистский знак говорю. Армяне фашисты. Второе, армяне от нас никуда не денутся, причем это говорится в такой истеричной форме, как будто армяне что-то там с ними, я не знаю, что-то там, я вот пытаюсь, знаете, пытаюсь найти аналогию, никак в голове не получается, оставляю это на вас. И третье, что вот Армения неверная предала, ушла куда-то. Меня и любого здравомыслящего человека, который хоть немного сталкивается с информационными потоками, ну, никак не убедить, что это происходит без санкций. Кто там сидит? Что он там говорит? Теперь давай вернемся к тому, кто там сидит? Давай. Кто там сидел? Кто представлял Армению? Мы уже это... Человек в желтой рубашке... И в безвкусном галстуке, да, но мы же... Да, который, извиняюсь, он, наверное, в зеркало очень редко смотрит, судя по, то есть, четвертому воротничку. Да, я тоже не смотрел на его месте. Да, но в то же самое время именно приглашение такого рода, в кавычках, эксперта, который мнит себя больше русским, чем самый русский, и говорит о том, что эти передачи были ангажированы. Другой вопрос. Какую цель они преследуют, господин Мамеджанин? Цель оказать давление на нас? Вообще, у меня ощущение, что во властных структурах России сидят люди, в чем достаточно умный, которые делают все абсолютно от них зависящее для того, чтобы Армения как можно скорее оторвалась от России. Это не ново тот факт, что российская пропаганда делает все возможное для ассоциаций и европейского вектора Армении. Это абсолютно не новое. Дело не в ассоциации. Понимаешь, нулевая работа здесь. Начнем с этого. Нулевая просто. Минусовая. Да, минусовая. Да, все эти фейковые организации, типа там, я не знаю, я не знаю, грантовые, честно говоря, даже имен не знаю, черт побери, организации, которые отвечают за не продвижение российских интересов здесь, а за хотя бы поддержание вот этого культурно-ментального единства. Их нету, просто нету. Эти вечера Пушкина, я не знаю, с двумя бабушками и с двумя печеньками, клубы, клубы, все это, яйца даже выеденного не стоит. Скажу больше, единственный проект, единственный на русском языке, который удался, удался, да, что, где, когда, этот проект абсолютно не имеет никакого отношения ни к посольству Российской Федерации, ни к фондам там «Русский мир» или чего-то там такого. Абсолютно. Некоторые мероприятия, по моему мнению, бывают удачными, но большей частью я с тобой согласен. Речь, кстати, идет не о спортивном, что, где, когда, по-моему, там что-то есть, какие-то отношения есть, речь идет именно о телевизионном, о пропагандистском. Ну да ладно, это их проблема, пусть они делают, что хотят, но все это мне напоминает очень интересный прецедент, который у нас перед глазами, причем каждый день тоже. Вот, а что за прецедент, об этом мы говорим вот после этого блока рекламы, потому что у меня после этого блока рекламы у нас будет самый длинный, если я не ошибаюсь, период говорильни. «Реклама». Грани правды доступно о главном. Грани правды доступно о главном. Давайте договоримся, господин Момеджин. Давайте. Не будем тянуть правду за вымя. Давайте говорить все-таки все как есть. Я выскажу свою мысль. Я ни в коей мере не сомневаюсь, что Россия, Российская Федерация не настолько еще сошла с ума в верхние политические слои, чтобы там, я не знаю, как-то строить свою политику так, чтобы Армения оторвалась от России. По одной простой причине бытует ошибочное, на мой взгляд, мнение, что Россия нам нужна больше, чем мы ей. Нет, это не так. Это не так. Это не так далеко. Мы ей нужны ровно настолько, насколько нужна она нам. Тут есть вопрос в том, что вот те антироссийские, именно антироссийские, антиевразийские, деньги, фонды, гранты, я не знаю, начиная от пропаганды гомосексуализма и заканчивая пропагандой, антипропагандой, вернее, Россия, они направлены только на одно, чтобы нас ментально оторвать, грубо говоря, от нашего союзника. Но! Это не умаляет ответственность союзника за адекватное отношение к нам. Вы понимаете, что происходит? Теперь возьмем, давайте, обратную сторону. На армянском телевидении сравнивают Россию, например, с гулящей женщиной. Представляете, что дальше начнется? И что же начнется? А что же начнется? Я более чем уверен, более чем уверен, что поднимется просто сумасшедший скандал на тех же российских ТВ. Как минимум, как минимум, как минимум, будет пара-тройка звоночков сюда. Как минимум. Мол, пацаны, вы чего? А в нашем случае почему-то оказывается, судя по вам, вы знаете, ну это не так, это та-та-та-та, ля-ля-ля. А все равно нет. Вот давай по пунктам. Давай по пунктам. Первое. Я повторяю. Я разделяю ту точку зрения, что это кошмар, что так говорить нельзя, что это позор, и все они козлы. Это я понял. С этим я согласен. Второе. Я считаю, что отвечать базарным ток-шоу, где высвечивается вывеска аплодисменты и сто человек сидят и хлопают, потом высвечивается вывеска А, и все говорят А, на это должны отвечать максимум на уровне кисабадству саму. Родной мой. Третье. Я тебя слушаю. Ладно, хорошо. Третье. Несмотря на это, по-моему, вчера или сегодня, не помню, вице-спикер парламента, член Беспубликанской партии, Эдвард Шармазанов, ответил, что все те, якобы, я цитирую, если не ошибаюсь, в том-таки точно, все те, якобы, эксперты, которые имеют неосторожность говорить об Армении в таких тонах, должны биться об стенку. Нет, такого Шармазана не говорил, он сказал хуже. Им всем Армения может напомнить, что Армения в супружеских отношениях или муж, или же любовник. и все свои, можно так сказать, супружеские и любовнические обязанности выполняет на ура. И, подытоживая, почему я спокойно, не, 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 свое слово подытоживая, почему я настолько свободен, спокоен, потому что три дня назад в Армении был Железняк, депутат Госдумы, он вице-секретарь партии «Единая Россия» и вообще отвечает за международные связи в этой партии. И в эфире, отвечая на вопросы армянских журналистов, он ответил, «Россия, как и Армения, демократическая страна, каждый человек имеет право на свое мнение, которое в данном случае абсолютно не совпадает с мнением государственным». Вот все, в принципе, что меня интересует по этому конфликту. А что там, какой-либо длинноволосый или коротковолосый лидер партии или лидер клуба каких-нибудь анонимных алкоголиков сказал в эфире, мягко говоря, нехорошего канала НТВ, меня волнует мало. У нас уже здесь есть очень серьезные отголоски. Вот, например, Рафаэл Виробян пишет, что все, что происходит, это от бессилия. Многое изменилось после апрельских событий, и у Москвы теперь нет былого влияния на Ереван. Соглашусь, но, конечно, соглашусь с определенными оговорками. Алкопиан пишет нам, предлагаю заодно обсудить реакцию. Почему мы столько эмоционируем, а не подаем в суд от лица объединений типа САР и так далее. Надо наказывать рублем, подать в суд и решить вопрос. Пару раз заплатят, будут думать. С этим я согласен. А я не соглашусь, надо подавать в суд, я согласен с этим, но то, что после этого что-то кардинально изменится, не изменится. Дело в том, что, еще раз повторюсь, на такого рода каналах, это не ток-шоу, господин Мамеджанян, кисабадку сау. Можно я доконю? Я же вас слушал. Грыз ногти себе и слушал. Есть следующее, что такие политические ток-шоу, они и есть локомотив формирования общественного мнения в России. Нравится нам это или нет, согласны вы с этим или нет, но это так. И когда озвучиваются определенные мнения там с заготовочками, с шутками-прибаутками, с полуистеричными псевдо-экспертами типа алкоголика Маркова или, скажем, не знаю, какой эпитет, да, Маркова, либо там, я не знаю, Шевченко, который уже сам запутался, то он мусульманин, то христианин, то он защищает чьи-то интересы. В общем, один из учеников нео-исламского, вернее, уже-исламского фашиста Гейдара Джемаля. Так вот, когда они сидят и начинают нас, именно нас, вас, господин Мамеджанин, меня, всех нас остальных, российских армян, почему бы и нет, обвинять, вернее, да нет, даже уже не обвинять, а напрямую оскорблять, это имеет определенный смысл, определенный месседж со стороны групп, определенной группы, которая заинтересована в нарушении, либо там, в разрыве армян-российских отношений. отвечу одной буквой, Что И? А что дальше? А что дальше? Надо реагировать. Как реагировать? Есть два варианта, вот я предлагаю нашим радиослушателям, вы сейчас пишите, я вижу, звонить, мне пытаются дозвониться, не знаю, почему, мне не звоните, друзья, звоните в студию, телефон 010-56-09-01, так вот, пишут, я спрашиваю, что же нам делать? Варианта номер два, варианта два, вариант номер один, замолчать, что неизбежно приведет к раскручиванию этой ситуации, наоборот, второе, реагировать, вот как реагировать, господин Шармазанов сказал очень правильную вещь, стоя аплодирую, говорю, очень правильно было выражение, да, Армения, это либо муж, либо любовник, да, вот так, грубо, в лоб, почему бы и нет, это первое, второе, донести нашими каналами, определенными, я не знаю, государственными, да, вам что-то грустно стало, господин Мамедженер, почему вы, заставить, грустно уткнулись в компьютер, я что-то не то говорю, что-то вам не нравится? Нет, абсолютно, я считаю, я остаюсь при том мнении, что максимум, какой ответ могли получить репортеры из канала НТВ, это ответка на уровне какого-либо не центрального канала армянского, я глубоко уважаю своего однопартийца и старшего друга Эдуарда Шармазанова, я считаю, что даже слишком внимания для русских, ну, данных русских, получить ответ от вице-спиркера Армении. А почему остальные не говорят? ответил бы, или депутат даже Госдумы ответил бы на какое-либо высказывание по одному из нелидирующих каналов армянских. Давайте еще шутки на ТНТ, в Комедиклад будем обсуждать. Давайте сделаем так, на выпады со стороны Fox News, либо там BBC, либо CMBC, отвечает и сам президент Путин, и Песков отвечает, и депутаты отвечают. В основном. Все отвечают и нормально отвечают, это нормально, молодец, Эдик, что все точки расставил нады. Дело не в этом. Вопрос номер 3. Поднялась сумасшедшая антироссийская истерия. Сумасшедшая просто. Я разделяю, я знаю, я уверен, что люди, которые стоят за попытками испортить наши отношения с любой страной, они должны быть наказаны. Они должны быть наказаны рублем, они должны быть наказаны, я не знаю, судебными исками, чем угодно. Классно, но они должны быть наказаны. Но в течение часовой передачи нашей с тобой, которую мы обсуждаем, то, что сказали по этим телеканалам, поверь мне, мы помогаем им разводить антироссийские. Давай тогда замолчим. Я не говорю, замолчи. А что нам делать, ладно? Я, гражданин, вот ты человек партийный, ты профессиональный политик, ты учился в США, я тоже учился в США, ну это не опустим. Какие места были хорошие? Да. Ты учился там... Агенты госдепа. Нет, это ты агент госдепа. Почему? Я не знаю. Уважаемые радиослушатели, у меня в студии агент госдепа. Здравствуйте. Здравствуйте. Об этом мы поговорим с тобой потом. Да. У меня вопрос следующий. Ладно, ты предлагаешь, твоя позиция следующая. Там на российском дешевом ток-шоу какое-то дешевое, какая-то дешевая морда. Нет, Моя позиция в том, что когда приезжает через день после этого всего бардака представитель госучреждений, в данном случае довольно-таки высокопоставленный, напрямую я лично ему в центральном офисе республиканской партии спрашиваю, что происходит на российских телеканалах. На что получаю ответ. не обращайте внимания, это не совпадает с государственным государственным мнением или государственной позицией. На данном этапе моя роль как гражданина тире молодого человека, который пытается заниматься. Но ты не настолько молод, да. И не настолько человек, но во всяком случае. На этом моя роль заканчивается. Дальше уже идет роль, не знаю, армкомедии или подобных великолепных передач, которые гораздо талантливее, чем... Ты гениально вводишь тему конкретно, что делать? Я обращаюсь к нашим друзьям. Не обращайся, Сергей, скажу. Пожалуйста, очень сильно облейте не медом канал НТВ на том уровне, который они заслуживают. Давай, давай опустим. Я тебе скажу больше. У ребят уровень намного выше, чем у тех же всех. Так что их не вмешивай. Я спрашиваю, ты политик. Ты политик, действующий политик, что самое главное. Ты еще у нас и директор школы. У тебя студенты, но директор школы партийной школы у меня Андрей Камаркарян. Напомню, что господин Мамиджанян возглавляет это учебное заведение, где, кстати, я имею честь читать лекции. Но это суть не важно. У меня к тебе вопрос. Ты действующий политик. Скажи, пожалуйста, действующий политик, господин Мамиджанян Джан, что же нужно делать в республике Армении на данном этапе, чтобы прекратить вот эту вакханалию просто? Что нужно делать? А ответ односложный у тебя услышать не получится, конечно. Единственное, что я могу сказать. Первое. Это официальный, так скажем, каналы общения должны быть всегда проверены, прозвонены, что вдруг мы не пропустили в этот момент, когда это дурацкое мнение стало бы официальным, если так будет, а так не будет никогда. И второе. Ответки, которые равносильны тому, что было сделано против нас. Мы даем неравносильный. Что такое равносильно ответ? Дурацкое, на дурацкое. Поймать Берзуяна в Москве ему там что-нибудь отрезать волосы. Это бандитский ответ, они дурацкие. Нет, Шевченко там, я не знаю. А против чего? Против этих методов. Нет, мы только за законность. Ну, хорошо. Я не знаю, как вы, товарищи республикации, но мы за законность. А я за их виболитный ответ. А на дурацкие ток-шоу отвечают дурацкие ток-шоу. Это мое окончательное мнение. А по тому вопросу, что могут сделать в школе и так далее. Тот же железняк выступал в нашей школе, и я тебе, хотя мне очень понравилась его лекция, я тебе могу честно сказать, ему пришлось не очень легко от вопросов учащихся школы Андроника Маркаряна, которые его заставляли и ответить прямо на вопрос про продажи оружия, по Карабаху, по каналу «Звезда», тогда еще инцидента с НТВ не было, и так далее. Там было так, что ему не позавидуешь. Хотя он отвечал очень про-армян по-про-армянски. По-про-правдивее вот так. Нам не нужно, чтобы они были про-армянски. Я бы его не цитировал, если бы он так не выступал. Так что это все, что я могу по данному инциденту сказать, понимаешь? Я думаю, мы более раздуваем, мы не получая денег от них, делаем их пиарить. Вот у меня просто уже бомбится Фейсбук от вопросов. Не понимаю, что творится. Сейчас, секундочку. Я еще по черноморскому экономическому сотрудничеству хотел поговорить. Поговорим, мы поговорим, давайте теперь оставим господ российских пропагандистов в сторону, потому что... Про газ же, но прежде чем отпустим их в свободное плавание, тем более они не тонут, я все-таки хотел процитировать господина Копьяна, вот он пишет, я читаю, еще один момент, Армения, Россия, это не те, кто сидит в студии и гнусают, а миллионы братьев, которых все это возмущает. Уважаемый господин Копьян, я ни в коей мере не сомневаюсь в мужественности, в патриотичности и в армянскости в самом хорошем смысле миллионов наших братьев. Жаль только, что наши миллионы наших братьев там, а не здесь. Но это такое, об этом мы поговорим в следующий раз. Спасибо господину Копьяну, на самом деле очень проникновенно пишите. спасибо. Еще тут у нас вопрос пошел, значит, пишет нам господин Андроник, Шевченко та-та-та, с Мирзаном та-та-та, вот так я скажу, та-та-та, можете вставить, что вы хотите, да? Абсолютно согласен. И последний вопрос, почему в России армянская диаспора такая слабая, несмотря на многочисленную диаспору, и почему молчат влиятельные люди? Почему так происходит, поговорим после рекламы. Грани правды понятна о сложном. Грани правды понятна о сложном. Грани правды понятна о сложном, перед тем, как перейти к нашим уже европейским, да, товарищам в кавычках, я бы хотел все-таки докончить эту тему и дочитать все, что было написано нам, потому что наши радиослушатели шлют нам и вопросы, и письма. Снова господин Копьян пишет, ребята, какая разница, кто где был, что сказал. Эффект пошлости был через ТВ, а мы себя успокаиваем какими-то репликами. Это в вашу сторону, господин Мамеджин, кстати. Я никого не успокаиваю. Есть прецедент Алексея Навального, судейственное разбирательство, которое успешно судится вплоть до ЕСПЧ, вот тогда поймут, почему Армения действует разнопланово. Получается, мы еще не доросли до решения этого вопроса. Или надо судом решать, как на Кавказе, или как некоторые северокавказские регионы добиваться официального извинения методами персонального устрашения. Россия так работает, а просто заболтать вопрос не серьезно. Согласен. Согласен. Надо разнопланово действовать. То есть, ну, конечно, я не знаю, там, все-таки, мы не северокавказские республики, и при всем моем уважении к северокавказским республикам, мы все-таки армяне, и опыт разрешения такого рода вопросов у нас несколько отличается в хорошую сторону. Видишь, как я обтекаемо, да, вот как-то так. Намезис был когда-то у нас, который решил определенный вопрос с организаторами геноцида. Слушай, ты все время меня пытался поймать, а давай я тебя сейчас попробую. Лови. Слушай, а что ты предлагаешь? Я? Я предлагаю самое... Не как северокавказ, я предлагаю, я предлагаю как минимум на государственном уровне поднять шухер. Серьезно? Да. Ты действительно считаешь, что министр иностранных дел республики Армении сядет перед камерами и будет отвечать на высказывания вне границы? родной, господи. Нет, 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 я тебе скажу, как это делается. Может быть, ты не знаешь, хотя я очень сомневаюсь, что ты не знаешь, как раз таки ты знаешь. Есть определенные внутренние каналы общения, телефонные звонки и друзья, азаранка в сеган и наста... А ты умеешь, что это не было? Ну что вы делаете, пацаны? А как снялись звезды, то, что было там? Ага. И как извинились? Ага, как сняли, да, извинились, на сегодня день дали по ОРТ извинились, через день дали на НТВ извинились, пусть они свои извинения, извини. Извини меня, а ты только что говорил, я хочу звонки, звонки был. Слушай, у меня вопрос, я не являюсь государственным чиновником. Но у меня вопрос, а что ты хочешь? Я хочу, чтобы этот вопрос был решен, вот так. Как решен? Как решен, как угодно. Чтобы мою страну не оскорбляли по любому ТВ, неважно. Российской, европейской суть, неважно. Ты не отвечаешь на вопрос. Я отвечаю. Извинения хочешь, что ты хочешь? Слушай, я хочу, чтобы была, нашей власти определенные действия предприняли, которые бы не позволили тем же силам деструктивным, я не знаю, Газпром, медиа или кто угодно там. Специалисты по информационной политике ответь какие-то. Слушай, очень простые, поднимается трубкой и говорит, ребята, все, замолчали. Это было сделано, дальше. Почему? Тогда, значит, это было сделано и этот звонок был проигнорирован. Этот звонок не был проигнорирован. А как? Мы получили извинения, знаете, этот звонок. хаваттана, мы получили эти извинения, но потом опять-таки понеслось. Ну и? Что ну и? Ну тогда давай забудем. Нет, не надо забывать. Не надо забывать. Пусть им отвечают, им равные. Кто? Им равные. Я не знаю, Аломе был канал в Армении, наверное, он должен был ответить, жаль, его закрыли. А сейчас кто должен ответить? Не знаю, там есть Цайг, есть, есть великолепный канал, который в Сюники работает, он называется, и я сейчас не шучу, Соси ТВ. Соси ТВ? Да, он так называется, это очень хороший канал, он в Сюнике находится, ну, речь идет о Сосе, это имя такое армянское, но вот этот Сосе, канал называется Соси, так что он может ответить, я был бы очень признателен. Так, так, перейдем, перейдем дальше, значит, я думаю, этому каналу придется на очень многие выпады отвечать, я думаю, что этому каналу придется ответить также на следующее, как мы знаем, буквально вчера в Киеве была совершена провокация уже со стороны наших европейских товарищей, которые, как оказалось, нам совсем не товарищи, значит, две ситуации, ситуация номер один, европейский суд по правам человека, это я потом, значит, до Киева доберусь, европейский суд по правам человека принял решение о правомощности отрицания геноцида армян и о неправильности наказывания за отрицание геноцида армян, напомню, речь идет о том, что в Швейцарии был осужден турецкий ноэл фашист Доку Перенчек за отрицание геноцида армян, потом он подал в ЕПСЧ, ЕПСЧ отменило это решение. Вот она вам и Европа. Понятно, что такого рода решения они принимаются, кто бы мне, что бы ни говорил, вот вы понимаете, это европейцы, они такие все европейские, эти европейцы, их не тот, я им напомню, что буквально месяца три-четыре тому назад разгорелся скандал, в результате которого выяснилось, что половину европейского парламента купил Азербайджан. Тупо купил, купил за деньги, вот зашел, говорит, ты, 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 один вышел, говорит, можно ли, ты, ты, вот вам каждому по там, Мазда была, две, три тысячи, пять, десять тысяч евро, либо там, баночка черной икры. Так что и с Европой, я ни в коем мере не хочу намекать или намекнуть, что Европейский суд по правам человека, он продался, ни в коем случае. Но я хочу сказать следующее, что эти тенденции, если мы критикуем господ с Россией, да, за вот их невраждебные действия, то давайте все-таки с помощью враждебных действий со стороны наших европейских, товарищей, которые несут не менее, я не побоюсь, господин Мамедионен, не менее оскорбительные и не менее такие основополагающие какие-то моменты. Вот вам снова что-то не нравится, давайте. Да, мне ужасно не нравится. Что вам не нравится? Что я представляю? Пункт один. Во-первых, это решение давно было принято. Во-вторых. Извините, они подтвердили, была апелляция. Во-вторых. Это апелляция. Это международное право и надо было лучше готовиться армянской стороне. Секундочку. У нас сейчас реклама про международное право. Поговорим после рекламы. Реклама. Грани, грани, грани. Правды. Грани правды. Правды. Доступно о главном. Так как нам Данил указывает на то, что у нас мало времени, я попробую побыстрее ответить. Во-первых. Извини, здесь вопрос. Прошу прощения. Пошел вопрос. Значит, почему в России армянская диаспора такая слабая, несмотря на многочисленную диаспору, и почему молчат влиятельные люди? Попробую быстренько ответить. Значит, я не знаю, слабая ли армянская диаспора в России, сильная ли армянская диаспора в России. Знаю, что она другая, она несколько другая, чем, скажем, та же армянская диаспора в Украине, которая, на мой взгляд, является на сегодняшний день одной из самых сильнейших, деятельных и сформировавшихся диаспоральных организаций, которая умеет, и самое главное, хочет работать во благо армянства и делает это гениально просто. А почему в России, ответить не могу, почему молчат влиятельные люди? Наверное, нужно у влиятельных людей и спросить. Вот как-то так. Так, по перенчеку. Во-первых, я считаю, что надо было просто лучше готовиться. Это международное право, это был процесс, надо было лучше представлять свои факты. Я так считаю. Да, я знаю, что европейская и судебная система, и политическая бюрократия далеко не чисты от коррупции, но во всяком случае от этого никогда не уедешь. Это факт, с которым нужно жить. Кроме перенчека, я хотел еще с тобой, Арман, побеседовать по организации Черноморского экономического сотрудничества. по перенчеку не закончил. Ой, извини. Я сейчас буквально два слова скажу, и мы перейдем в следующую нашу сети постась. Что касается по перенчеку, уважаемые господа русоненавистники, вернее, европолюбы, когда вы берете ведро помоев и носитесь криком «А, русские, там нас это, Путин, там ах, вы ватники, тара-пара», пожалуйста, вспомните про то, что и в Европе не все так чисто, и в Европе не все так хорошо, и те удары, которые нам наносят европейские партнеры, они не менее чувствительны, а может даже иногда и более чувствительны, чем те, которые наносят нам наши российские партнеры. Так что, если мы говорим «А», должны говорить и «Б». вот мне делают подсказку, что там у нас. По делу Перенчека наш радиослушатель Арминесаакян пишет объяснение, что это аналогичные дела, которые решаются по принципу прецедента, то, что мы обсуждали во время рекламы. Ну, в принципе, добавить мне по делу Перенчека нечего, я все равно считал, и что это, я не хочу говорить фиаско, но я считаю, что к этому надо было лучше готовиться. Будет уроком в следующий раз на международных судебных тяжбах будем готовиться лучше. Я знаю одно, ни от Перенчека и ни от Европейского суда по правам человека зависит вопрос, можно ли там отрицать геноциды или нельзя. По мне, так вот я не зря в самом начале когда-то вспомнил Немезис, я более чем уверен, что Немезис, да, сделал больше для признания геноцида, чем все эти суды, все эти, я не знаю, либеральные, я не знаю, штучки, которые были. И никто меня не убедит в обратном. Да. В Армении нет такого закона, который за отрицание факта геноцида сажал бы людей в тюрьму. Ага. Просто по факту. Значит, надо его нести. И за отрицание холокоста тоже, кстати. И геноцида сирийцев, и геноцида ассирийцев, и геноцида езидов, Шангал вспомним, как ИГИЛ езидов вырезал, я не знаю, 20-30 тысяч человек, женщин и детей под нож пустили. Не могу не согласиться. И геноцида греков понтийских. Не могу не согласиться. Вот, пожалуйста, когда пойдете в депутаты, в любом случае, когда пойдете в депутаты, я обязательно вам напомню, господин Мамиджонет. Теперь Черноморская. Да, напомните, пожалуйста, что у нас там происходило. В Киеве состоялась сессия организации Черноморского экономического сотрудничества. Так вот, во время этой сессии была принята резолюция или документ, я даже не помню, что это такое было, в котором было исписано в подробностях территориальная, исписана территориальная целостность и ни слова о других постулатах, о других принципах международного права. То есть, как вы понимаете, это антиармянский, антиармянская резолюция. Так вот, единственное, что я хочу по этому поводу сказать. Ну, там, по-моему, не голосовали Армения, Россия и Сербия. Не помню, если честно. Второе. Как и по официальным нашим источникам был дан ответ на данное мероприятие, я считаю, что организация, которая, парламентская организация, которая отвечает за экономическое сотрудничество, слегка, а если говорить честно, то не слегка, а намного, переступила свой мандат. А теперь послушаем меня. Давай. Послушаем начальника транспортного отдела. Рассказывай, как все происходило. Наши полетели туда. С самого начала с ними был посол и вице-посол. Манукян и Акопия. Значит, они зашли туда. И там глава нашей делегации заметил, что глава остальных делегаций кучка улица где-то отдельно, о чем-то так перешептываются. Не буду раскрывать детали, но в руки нашим депутатам попал документ. Документ, который предполагал в конце его подписания. В документе были полностью перевраны, переначены все основные международные какие-то принципы и нормы. вплоть оккупированные земли. В общем, какой-то абсурд. И что самый любопытный документ был принят. Армянская делегация в знак протеста покинула это сборище. Я вообще не понимаю, что нам делать в этом Черноморское чего-то там. Зачем мы там вообще? Я понимаю, что есть, но я не понимаю, зачем. Ну, ладно, я человек. Я был обескуражен, если бы данная организация, в которую входит Азербайджан, Турция и есть еще несколько больших друзей. что не проголосовало? Сербия и Россия. Сербия и Россия. Россия не было вообще. Россия отказалась от участия, а Сербия проголосовала против. мы вообще не участвовали ни в чем, что, в принципе, я тоже считаю не совсем правильным, надо было оставаться, я не знаю, хоть до конца, хоть, я не знаю, вопрос решить, вот там уже тоже звонят по этим вопросам, эти вопросы решить, но, что было, то было. Могу сказать следующее, что, к моему вязчему сожалению, среди голосующих были европейские страны, господа европолюбы, которые носитесь постоянно с этими синими или голубыми флагами и кричите наш путь в Европу, нет, наш путь в Армению, как минимум в западную, как минимум для восстановления большой Армении, я говорю, господин Мамджанин улыбается, я говорю, что-то смешное, нет, ты сегодня против всех, Армений, я сегодня против Армении, я каждый день, за Армению, господи, за Армению, я сегодня всегда защищал, защищаю, буду защищать интересы моей страны, и неважно, из России исходит угроза, из Европы, из Америки, из Турции, неважно мне, если против моей страны голосуют европейцы, значит, надо им, то есть, объяснить очень аккуратно. Я заработал на свои полминуты последних. Что я хочу сказать в конце, что я хочу сказать в итоге. Может быть, кому-либо из наших радиослушателей приятнее слышать то, что говорит Арман Абовян, давайте пойдем убьем всех тех, я не говорю убьем, накажем, ну ладно, я отрирую, накажем всех тех, которые пытаются тявкать против нашей страны. Я согласен с тем фактом, что он наказывает всех тех, кто пытается тявкать против нашей страны, но я все равно считаю, что собака лает, а караван идет. Караван действительно идет, идет иногда медленно, иногда корябываем путями, но по факту идет, идет он к просвещению и я думаю к процветанию в неполитическом смысле данного слова, господин Абовян, не радуйтесь. Так что единственное, что я хочу сказать, пусть каждый привет, который будет звучать из той или иной страны на свете или с того иного или с той иной организации на свете в сторону Армении будет получать такой же ответ. Главное, равносильный. Спасибо. Подытожим, вот вижу, мне уже машут ручки, мне говорят, прощайся, я скажу следующее, знаете, собака лает, караван идет, но оставим опускную эмоциональность, скажу вам следующее, лающая собака неизбежно укусит, хотя есть также и армянская пословица, там, лающая собака не кусает, но я с ней не согласен. Если собаке позволять постоянно лаять, она оборзеет и в конечном итоге цапнет. Я не хочу, чтобы нас цапали. Я не являюсь выразителем желаний, там, я не знаю, большинства. Я говорю следующее, что любой выпад, любой, не важно, с российской стороны, с европейской, с американской, с турецкой, не важно, должен получать адекватный ответ. Другое дело, что мы сейчас, я не знаю, в силу каких-то обстоятельств не можем себе позволить эти ответы. Да, надо говорить об этом, да, может быть, но нужно стараться и нужно работать обязательно в том направлении, чтобы никто никогда, даже в самом плохом сне не представил ситуацию, когда он может в нашу сторону что-то сказать или что-то вякнуть. Господа русофилы, пожалуйста, задумайтесь над всем тем, что было сказано. Господа европолюбы, вы тоже очень сильно задумайтесь. Я призываю тех и этих любить Армению. Извини, а почему европолюбы, а русофилы? Почему не наоборот? Ну ладно, европофилы, русолюбы, но какая разница? Просто интересно было. Если тебе это принципиально, уже Даник кастанетами гремит, смотрит, выпучил глаза, очки вспотели, я все понял, Даник, пора прощаться. Спасибо, в эфире были грани правды, я думаю, что сегодня мы выразили две основные точки зрения, а уж с какой соглашаться, это выбирать вам. В эфире были грани правды, спасибо, встретимся ровно через неделю. Доброй ночи. Продолжение следует...